Всем привет, вы смотрите канал XDelayed. Что первым приходит в голову, когда вы слышите гордое слово «космодесантник»? Ваше воображение наверняка рисует несокрушимого воина-полубога в сияющих силовых доспехах, вся жизнь которого посвящена борьбе с врагами Императора и спасению его верных подданных. Но что если далеко не все они близки к этому светлому образу? Что если некоторые из них веками идут по тонкой грани между преданностью Трону и Ересью? Сегодня мы рассмотрим шесть самых нетипичных и самых противоречивых лояльных орденов космодесанта, чьи деяния поистине заставляют содрогнуться даже бывалых ветеранов гвардии. Ну а прежде чем начнем, хотим поблагодарить наших патронов под предводительством Мистера Зура. Спасибо, ребят, это здорово помогает развитию рубрики и канала в целом. Шестое место. Минотавры. Собранный во время 21-го основания, этот орден неизвестного наследия считается ксенофобским даже по имперским меркам. Имперские историки тех времен также часто отмечают, что боевые братья этого ордена склонны к гневу, редко идут на контакт с союзными войсками, а в бою впадают в первобытную ярость. Ученые Марса полагают, что причиной этому является вовсе не дурной нрав Минотавров, а некий изъян в их геносемени. Магас Биологис даже описывают генный материал как химерический и хранящий в себе много темных тайн. Но все это лишь догадки, вся информация о создании ордена засекречена на наивысшем уровне, и даже высочайшие члены Инквизиции не имеют к ней доступа. Как бы то ни было, начиная со средины 38-го тысячелетия, в архивах имперской истории отсутствуют любые упоминания о Минотаврах. И лишь в истории 41-го тысячелетия вновь можно обнаружить след этого ордена. Теперь Минотавры с пугающей быстротой откликаются на зов высших лордов Теры, полностью игнорируя приказы остальных. Еще больше вопросов вызывает то, что чаще всего Минотавров посылают уничтожать другие ордены космодесанта, объявленные ренегатами. В целом своей организации орден следует принципам, изложенных на страницах Кодекса Астартес, но на тактическом уровне он придерживается совершенно нетипичного подхода. Дело в том, что обычные магистры предпочитают отсылать различные роты своего ордена для участия в разных кампаниях. Такой подход обусловлен тем, что фактически сводится к минимуму шанс на уничтожение всего ордена сразу. Минотавры же, напротив, всегда действуют единым кулаком. В сочетании с их агрессивной тактикой на поле боя, это могло бы запросто привести к постепенному вымиранию ордена. Но этого не происходит благодаря неимоверно быстрому процессу подготовки неофитов. Кроме того, порой создается ощущение, что Минотавры обладают поистине неискончаемыми запасами самого редкого оружия и брони. Большинство боевых братьев этого ордена облачаются в самые новые образцы силовой брони, а почти вся первая рота может позволить себе терминаторские доспехи. К чему может привести вседозволенность ордена с неограниченными ресурсами и как долго Минотавры будут безмолвно следовать приказам своих таинственных патронов, кто знает. Мы же двигаемся дальше по нашему топу самых неоднозначных орденов космодесанта. Пятое место. Покорители. Среди многочисленных наследников имперских кулаков есть немало прославленных орденов. Решительных и беспощадных к любым врагам императора. В их числе багровые кулаки, известные своей непримиримой войной с орками, едва не уничтожившими их родной мир Рин. А также яростные черные хромовники, фанатично истребляющие псайкеров по всей галактике. Но есть в числе потомков Дорна и те, за чьей помощью дерзнут обратиться лишь самые глупые или отчаянные из имперских генералов. По разным данным, орден покорителей был образован во время 23-го или же 24-го основания и является наследником имперских кулаков. Это один из 20 орденов, входящих в состав Астартес Проесес. Организации, призванные защищать от угрозы хаоса многочисленные имперские миры, расположенные возле Ока Ужаса. И что же в них такого особенного, резонно спросите вы? Да, в общем-то, ничего. Гена семя этого ордена чистая, догматы простые и понятны, и мало кто может усомниться в их верности трону. Вот только есть одно маленькое «но». Боевые доктрины покорителей довольно специфичны. Эти Астартес известны своим несокрушимым стремлением к победе любой ценой, почти так же, как черные хромовники. И на поле боя они всегда предпочитают сокрушительную массовую атаку. Покорители свято убеждены в том, что любой противник должен быть истреблен подчистую, ведь только в таком случае можно быть уверенным, что враг больше никогда не вернется. Во время же кампании по освобождению имперских миров, они предпочитают полностью истреблять все местное население. Просто так, на всякий случай. Никогда ведь нельзя знать наверняка, не затесался ли среди гражданских предатель. Среди мирного населения освобожденных планет, невиновных, по мнению покорителей, нет по определению. В конце концов, они ведь допустили захват своего мира. Такой подход к ведению войны вызывает немало конфликтов между Астартес того ордена и их более гуманными собратьями из Ультрамаринов и Саламандр, считающих такую трату человеческих ресурсов банальным расточительством. В любом случае, покорители – это еще не самый шокирующий из лояльных орденов в нашем топе. Их жестокие методы ведения войны, по крайней мере, подкреплены своеобразными доктринами и считаются более-менее приемлемыми в рамках имперской морали. Мы же двигаемся дальше. Четвертое место. Экзорцисты. Этот окутанный завесой тайны орден был создан во время 13-го, так называемого «Темного основания», под патронажем одной из радикальных фракций Орда Малеус. Информация об их ордене прародителя остается засекреченной до сих пор. Но ходят слухи, что ими были никто иные, как Серые Рыцари – тайный орден, полностью состоящий из псайкеров. Учитывая, что экзорцисты были частью секретного имперского проекта по созданию Астартес, способных противостоять демонической пагубе варпа и порче хаоса. Самым же шокирующим в обычаях этого ордена является их обряд посвящения. Под строгим надзором Инквизитора и боевых братьев, в каждого испытуемого вселяют малую сущность варпа. В течение 12 часов кандидат остается вместилищем для демона, и лишь после этого Инквизитор начинает обряд изгнания. После этого сложнейшего процесса большинство испытуемых оказывается сломлено морально и физически. Те же немногие, кто пережил вселение демона после череды восстановительных процедур, отправляются на свое последнее испытание. Чтобы стать полноценными членами ордена, группе неофитов необходимо высадиться на один из демонических миров возле Ока Ужица и показать там свои навыки демоноборчества в схватке с порождениями варпа. Благодаря такому жесткому отбору, экзорцисты вынуждены нарушать структуру ордена, предписанную Кодексом Астартес, набирая три скаутские роты вместо одной. Дело в том, что из числа неофитов в их ордене выживает лишь каждый пятый. Но в результате каждый боевой брат становится непревзойденным борцом с демонами, сильным как физически, так и ментально. Внутри ордена экзорцисты группируются не столько по традиционным ротам, сколько по арсионам, эзотерическим культам, каждый из которых изучает свои аспекты запретных знаний о варпе. При этом самые почетные десантники из числа ветеранов ордена зачастую входят в несколько таких арсионов. Скрытные мастера запретных искусств экзорцисты могут позволить себе то, за что другие ордены уже бы были преданы анафеме. Это, несомненно, возможно лишь благодаря протекции одной из радикальных фракций Орда Малеус. Но какую цель на самом деле преследуют таинственные покровители экзорцистов? Сейчас нам это неведомо. Ну и продолжаем двигаться вперед по топу самых неоднозначных орденов космодесанта. Третье место. Палачи. И тут в нашем топе еще один орден – наследник имперских кулаков. Палачи были созданы в ранние годы 32-го тысячелетия во время Третьего Основания. Позже они стали частью мятежа Люфгата Гарона вместе с Астральными Когтями, Плакальщиками и Воинами Богомолами. Но на самом деле участие палачей в восстании не было злым умыслом. Они лишь исполняли долг перед защитниками Мальстрима – организацией, в которую входили все взбунтовавшиеся ордены. Вскоре после начала Бадабской войны орден признал свои грехи перед императором. Высшие лорды Теры были благосклонны к палачам и признали их невиновность. Ордену будет разрешено вернуться под крыло императора по завершении тысячелетнего искупительного крестового похода. Впрочем, палачи заслужили свою мрачную репутацию безжалостных мясников задолго до этих печальных событий. Сама доктрина ордена строится на поиске и уничтожении бесчисленных врагов трона, а не на защите планет и поддержании мира в галактике. Палачи видят свою единственную цель в том, чтобы нести гневную волю императора и карать неугодных. В центре их верований, несомненно пришедших из дикого родного мира, лежит идея о том, что каждый боевой брат должен пройти личный путь к славе и быть удостоенным упоминания в хронике ордена, которая ведется на протяжении тысячелетий силами капелланов ордена, также известных как «говорящие со смертью». Дабы каждый из палачей имел шанс быть упомянутым в хронике, орден насчитывает втрое больше капелланов, чем это предписано в кодексе Астартес. Такой культ личной воинской славы превратил палачей в амбициозных, эгоцентричных и скорых на расправу непревзойденных воинов, которые готовы бросить вызов каждому, кто усомнится в их мастерстве. Даже собственным братьям. Среди верных императору Астартес, пожалуй, только космические волки и мародеры поощряют традицию дуэлей внутри ордена, но только у палачей такие поединки могут закончиться смертью или увечьями. Другая обескураживающая традиция ордена, напрямую произрастающая из его верований, это практика собирания трофеев самых выдающихся противников. Палачи украшают свои доспехи иссушенными головами, отрубленными конечностями и содранной кожей врагов, не для того, чтобы вселить страх, и не для темных ритуалов, но лишь для того, чтобы эти грозные трофеи послужили подтверждением рассказов о немеркнущей славе. Впрочем, не меньше жутких и кровавых историй можно рассказать и об ордене, занявшем следующее место нашего топа. Второе место. Расчленители. Когда речь заходит о потомках Сангвиния, в первую очередь на ум приходят ангелоликия полубоги в багровых латах, бесстрашно бросающиеся в бой, дабы защитить жизни миллиардов смиренных слуг императора. Но дело в том, что расчленители далеки от этого идеалистического образа. Этот орден второго основания был создан на основе пятой роты Легиона Кровавых Ангелов в первые дни после Ереси Хоруса. Бойцы пятой роты всегда славились своей яростью и непреклонностью в бою, поэтому неудивительно, что основной задачей нового ордена стало преследование прихвостней архи врага по всей галактике. Еще тогда до высших лордов Теры стали доходить смутные слухи о том, что расчленители порой проявляют излишнее усердие в деле истребления предателей и нередко оборачивают оружие против своих недавних союзников. Но в те смутные годы мало кто обращал внимание на такие пустяки. Меж тем, расчленители все больше отдалялись от традиций своих прародителей. Так, вскоре первый магистр ордена Нашир Амит принял решение отказаться от обряда инсангвинации, завершающего этапа превращения в космодесантника, когда Неофит выпивает немного крови примарха, дабы полностью активировать вживленное геносемя. Вследствие отказа от проведения этого ритуала у новых поколений десантников начались необратимые мутации геносемени. Из-за этого расчленителями значительно тяжелее ощущается груз проклятия черной ярости. Порой даже самые стойкие из боевых братьев могут впасть в кровавое безумие за считанные десятилетия. Из-за такого генетического изъяна Орден насчитывает большое количество капелланов, которые пристально следят за постоянно множащейся ротой смерти. Такая гнетущая неизбежность черной ярости с годами превратила расчленителей в агрессивных и неуравновешенных параноиков. В бою десантники этого Ордена настолько упиваются резнёй, что с трудом могут понять, закончилось сражение или нет. Нередко бывает, когда на поле боя не остаётся ни одного живого врага, а расчленители в порыве неостановимого гнева начинают рвать на части союзников, покуда не спадёт кровавая пелена ярости. Неудивительно, что многие имперские командиры предпочтут встречу с превосходящими силами неприятеля помощи десантников из этого Ордена. Высокий шанс падения десантников в чёрную ярость в совокупности с агрессивной боевой доктриной Ордена привели к тому, что до недавнего времени численность расчленителей редко превышала четыре сотни боевых братьев. Ситуация значительно изменилась, когда во время крестового похода Индометус, Жиллиман прислал Ордену подкрепление в виде сотен десантников Примарис, которые были созданы из генного семени других наследников Сангвиния и не несли такого тяжёлого проклятия Примарха. Новые боевые братья вызывали немалые подозрения со стороны ветеранов Ордена и особенно со стороны нынешнего магистра Габриэля Сета. Кто знает, смогут ли расчленители принять изменения и шагнуть в будущее или же навсегда останутся в прошлом. Первое место. Кархарадоны. Мало что известно о происхождении этого загадочного Ордена Изгнанников. Впрочем, в засекреченных имперских архивах крупицы информации о Кархарадонах найти всё-таки можно. Вероятнее всего, Орден Космических Скитальцев был создан во время второго основания из представителей Легиона Гвардии Ворона. А порой можно услышать и гораздо более тёмные слухи об их происхождении. Есть вероятность того, что в Смутные Дни Ереси под именем Кархарадонов были объединены лояльные Императору Десантники из Орденов Предателей. Как бы то ни было, с самого дня своего основания Орден подвергнут Эдикту Изгнания. Уже 10 тысячелетий Кархарадоны странствуют по всей галактике, неся кровавое возмездие отступникам. В отличие от множества Орденов флотского базирования, которые действуют в соответствии с протоколами Крестового Похода, Кархарадоны подчиняются правилам куда более редкого протокола Изгнанников-Хищников. Ордену запрещено пополнять ряды неофитов с имперских планет без особого дозволения высших лордов Теры. Лишь за великие заслуги перед Императором Ордену разрешается собрать так называемую Красную Десятину. В последний раз Кархарадонам была дарована такая возможность после Великой Победы в Бадабской войне. Тогда десятки тысяч жителей Диких и Феодальных Миров из окрестностей Мальстрима пополнили ряды слуг и рабов Ордена. И лишь немногим из них посчастливилось стать неофитами Десятой Роты. Помимо ограничения на пополнение своих рядов, Кархарадоны предоставлены сами себе в вопросах снабжения. Благо, десятки тысячелетий назад Магистр Ордена заключил пакт со жрецами Марса. По этому договору десантники имеют право собирать в своих странствиях по бескрайнему космосу древний Археотек, Серую Десятину, и обменивать его услуг Марса на оружие, броню и даже технику. Впрочем, учитывая редкость таких обменов, Орден испытывает затруднения со снабжением. Многие боевые братья идут в бой, облаченные в древние модели силовой брони с многочисленными следами ремонта. Особую любовь Кархарадоны испытывают к комплектам терминаторской брони. За тысячелетия использования эти редкие доспехи подвергаются сотне улучшений и модификаций, некоторые из которых порой даже ограничат с техноересью. Но такая ограниченность в людских и технических ресурсах толкает руководство Ордена на рискованные шаги. Так, известно о неоднократных связях Кархарадонов с пепельными когтями. Ренегатами из числа Гвардии Ворона, которые предпочли сражаться как против Хаоса, так и против Императора. Говорят, что Орден регулярно отдает когтям часть Серой Десятины в обмен на бойцов из рядов Ренегатов. Такие решения фактически являются ересью. Но Кархарадоны при этом считают, что ничто не должно стоять на пути их неискончаемой охоты на предателей. Ну и на этом наш ТОП шести самых неоднозначных лояльных Орденов Космодесанта подходит к концу. Одни из них отличались излишней жестокостью, другие практиковали сомнительные ритуалы. Поведение третьих и вовсе граничило с ересью. А что, собственно, по этому поводу думаете вы? Быть может, кто-то из вас знает такой Орден, что на их фоне все представители нашего ТОПа покажутся невинными детьми? Пишите об этом в комментариях. А также пишите, хотели ли бы вы чаще видеть подобные ТОПы на нашем канале. За поддержку этого выпуска мы еще раз благодарим наших патронов. Если вам тоже нравится Warhammer на нашем канале, переходите по ссылке в описании на сайт Patreon, за что вы получите доступ ко внутреннему блогу, а также нашему командному мерчу. Ну и не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и жать на чертов колокольчик. До скорых встреч и дохранит вас Император!